Незаконная агитация, испорченные бюллетени, заминированные участки и провокации. К 17 часам полицейские зафиксировали более 3000 заявлений о нарушениях на выборах. Большинство в Киеве и Днепропетровской области. Подробности у моего коллеги Валерия Бакуса. Киев. На одном из избирательных участков активисты фиксируют незаконную агитацию. Мужчина раздает маски с фамилией одного из кандидатов. Несоблюдение и тишины в день выборов – одно из наиболее распространенных нарушений. Еще я не отримал вот такую вот масочку. Доброе, что кандидаты думают про своих выборцев. Погано, что они работают в день выборов. В день выборов, 25 жовтня, и наш любимый депутат красуется, как всегда. В день выборов он хочет привернуть увагу до своих выборцев. А вот так к оборудованию кабинок подошли на одном из избирательных участков Житомира. На другом кабинки готовят уже во время голосования. Нарушения тайны голосования зафиксировали и в Полтаве. Правда, было ли голосование вне кабинок, продиктованное их отсутствием, или же личной инициативой избирателей, осталось неизвестным. А вот в Херсоне на один из участков с самого утра пришлось вызывать спасателей. Одна из дельниц Верхнерогачевского района не смогла вчасно открытися через несправность сейфу. На место сразу были вызваны работники ДСССР, которые и выбрали эту поломку, и открыли сейф. Працовники комиссии перераховали бюлетни и приступили к работе о 8.45. А полицейские в Сумской области с утра не открывали, а закрывали избирательный участок. Тот оказался фейковым. Это село Сосневка, где была создана имитационная выборчая комиссия, где смогли проголосовать 30 местных жителей. Конечно, мы открыли криминальное проведение. В течение дня правоохранители фиксировали случаи так называемых каруселей. Дуже много автобусов двигаются с гражданами Украины по территории нашей страны. На данный момент, например, для приклада, два автобуса, которые были в Киевской области, те, что я доводил информацию. Сейчас еще два автобуса двухповерхового, которые пришли из Житомирской области, кількостью 132 человек. Также мы выясняем, каким образом и с какой метою эти граждане прибули до города Киева. Кроме того, на линию 102 поступило 8 звонков о минировании избирательных участков. Все они оказались ложными. Всего в день выборов за порядком на участках следили 140 тысяч правоохранителей. Валерий Бакус, Киев, Полтава, Херсон, Твой дом.